В Усольском районе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который у себя дома устроил нарколабораторию. Масштаб его деятельности поражает. У подозреваемого нашли 85 килограммов мефедрона. Это 300 тысяч разовых доз. Этого бы хватило на половину населения областного центра. Подробнее о резонансном деле, а также о статистике подобных преступлений в регионе в материале Ксении Бутиной. Этот сарай с грудой хлама — нарколаборатория. Ее на территории частного дома в поселке Мальта у Сольского района обнаружили сотрудники ФСБ. Хозяин производства — местный житель. У него изъяли 85 килограммов мефедрона. Стоимость наркотического вещества может достигать порядка 300 миллионов рублей. Теперь задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Всего с начала года в регионе из незаконного оборота изъято около 180 килограмм запрещенных веществ. Сотрудниками полиции за 8 месяцев 2024 года выявлено свыше 1800 наркопреступлений на территории Иркутской области. Из них основное количество — это хранение и попытки сбыта наркотиков. Выявлены три нарколаборатории и 11 притонов. Ликвидировано 35 каналов поступления наркотических средств и сильнодействующих веществ. В том числе 9 межрегиональных, 22 межрайонных и 4 на объектах пенитенциарной системы. Число подобных преступлений растет. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выявлено более 1400 преступлений. Чаще всего для распространения наркотических веществ преступники используют мессенджеры или интернет-площадки. Сложность в том, что мессенджер очень распространен, как и любая торговая площадка. Там огромное количество заказов, огромное количество магазинов, в мессенджере огромное количество каналов, чатов, переписок. И каждую из них отслеживать довольно трудоемкий процесс. Нашла подработку в мессенджере и 28-летняя иркутянка. Девушка на протяжении почти месяца была наркокурьером. За каждое выполненное задание получала по 500 рублей. Теперь же она может получить лишение свободы сроком до 20 лет. По словам специалистов, люди встают на незаконный путь из-за разных обстоятельств. Проблема с работой, да, там, допустим, а жить хорошо хочется. И вот тогда люди опять же идут на наркопреступление с целью заработать каких-то легких денег. Все это очень индивидуально. Кто-то наркотики продает, а кто-то их употребляет. За 8 месяцев этого года в областном центре зафиксировано 95 случаев отравления наркотиками. Среди взрослых это на 17 больше, чем в прошлом году. А почти 600 подростков состоят на учете за употребление запрещенных веществ. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням.